Добрый день! Добрый день! Сейчас участковая комиссия, члены комиссии, отдельные товарищи уже избираются не один раз. Поэтому фактически они уже участвовали и в выборах и президента Республики Беларусь, участвовали в парламентских выборах и депутатами местной советы. Но часть, конечно, есть, которые впервые принимают участие. И поэтому, когда проходил тренинг у нас в районе, они тоже принимали участие в этом тренинге. Обовязковая процедура, которая проводится у присутности нозиральников, опечатывание урны для голосования, демонстрация скрыть не у всем присутным, и она абсолютно пустая. И далее непосредственно сам процесс пломбирования. Теперь я ее ускриюсь только после завершения выборов 11-го кастричника. До речи, все это на Огомщине, у першинёв выкарствует больше 600 прозристых урнов. Их опечатывание отбудется у день основного голосования. А Пакуль самым першим выборщиком, який пришёл на 56-й участок, стала и на Обехтиково. У неё деле укажет, прийти на участок не сможет, а принять удел о выборах необходимо обовязково. Пришла досрочно проголосовать, потому что надо было исполнить свой гражданский долг, во-первых. А во-вторых, потому что я в воскресенье работаю, я не смогу попасть на участок для голосования. Я решила сегодня более свободно прийти проголосовать. Я планирую пойти поступать на психолога в Гомельский университет имени Скорина. В дальнейшем планирую открыть своё частное дело. Головная задача для членов комиссии – провести выборы у строгой ответственности за деючим национальным законодавством, что, тем не менее, не выключает творчика по доходу до справы. Уречься, когда на участку можно не только проголосовать, а если её видеть нечто интересное, это только на корысть. До выборчика процесса на шматых участках подошли не только за всю отказанность, а и творчая. На 56-м, например, организовали выставу работ специалистов акционерного товариства «Гомельбудматериалы». И пригожа, и одразу некий такой святочный настройств в раю. Царот селетних новоувядзенев в окрестане специальных книг со шрихтом Брайля, с необходной информацией, и специальных трафаретов – это для людей с вельми слабым зроком. Для всех остальных – кутки выборчика. Правда, большинство комиссий ознайомился с программами кандидатов, ясно-передодни. Максимусе улег этого было шмат, а там выбрать своего претендента – проблемы нема. Телевидение, газеты, и была полностью у нас, у меня частный дом, листовочки бросали, мы читали. И полностью, где там, на остановочках у нас, везде все было, как положено, мы читали. На всех ознакамливалось и выбирали достойных. Я надеюсь, что мой голос выберет достойного. Алексей Чаров, Валерия Гопанькова, телерадокомпания «Гомель». Напереды дни с наученцами Гомеля, які в першиню примутю делу в выборах президента Республики Беларусь, устрелась информационная группа «Гомельская горвыконкама» на шале со старшинёй Пятром Кирыченко. Мероприемство пройшло в Гомельским держанным дорожно-будовнишем колледже в форме открытого диалогу. Молодым людям рассказали об досягненях и перспективах развития города. Обмерковалась роль кожного выборщика в огульном створении будущей. Молодых выборщиков закликали провести 11-го кастрышника на участке для голосования и зарабить свой выбор. Коли 10-ти питаний до Пятра Киришенки поступило и одновученцам. Больше з них тушилась опраца уладкования и будовництва в городе новых громадских установок. На каждое питание был огученный компетентный отказ. «Я, во-первых, хочу донести до них и успехи, и проблемы наши городские, ну и, конечно, тоже их послушать. Ну и главное, может быть, всё-таки пожелать им, попросить их, чтобы они исполнили свой конституционный долг». «Я планирую идти на выборы, это будут первые выборы мои, а участвовать молодёжь должна, потому что всё-таки мы живём в этой стране, и нас должно волновать, что будет с нами дальше, и, ну, если не мы, то кто будет за нас решать? Так что я считаю, что нужно». До других тем. Сегодня супрацовники областной Дзяж-Аутоинспекции отримали новые сушасные приборы, призначенные для забеспечения безопасности дорожного руха и охоты громадского аппарата. По час инструктажа, который проводится оперативно, как инспекторы должны заступить на службу, им были урушены персональные видеорегистраторы и планшеты. Дозор-77, або персональные кишенные видеорегистратор, усталевываются на форме супрацовника УДАИ. И он записывает ГУК и ВИДА, что обовязково допоможает инспекторам проявление администрационных процессов для вырошения спрешных ситуаций и уфиксования правопорушения. Планшеты у своей шаргу умешают в великую базу дадзиных, что дозволит супрацовникам УДАИ одразу на месте высветлить особу порушальника, вызнашить, кому належать автомобиль и оперативно отримать иншую необходимую информацию. Подобные новоценные обсталявания на этом тыдне отримают супрацовники Держа Аутоинспекции у всех областей нашей краины. На Гомельшине его первыми выпробуют инспекторы областного центра. Затым эту систему плануются поступово укоронять и в районах. С учетом усовершенствования работы сотрудников инспекторского состава и более инновационного подхода на вооружение сотрудников были получены вот такого рода устройства – это планшеты и персональные видеорегистраторы. С использованием данных устройств, конечно же, улучшится порядок сбора материалов, качество этих материалов, что положительно повлияет в дальнейшем на принятие решений по материалам. Актуальные темы, обаяльные ведущие и цикавые соразмовцы. Кожный день по буднях у эфиры телеканала «Беларусь-Шатыры» программа «Добрый вечер! Гомель». Сегодня эфирный час авторы программы вырошили просвятить экологии. На пытание ведущих, которые тышатся экологичной безопасности и экологичного выхования, откажут гости – специалисты инспекции природы Аховы и областного комитета природных ресурсов и Аховы новокольного осяродия. Накольки богаты наш край на природные ресурсы, які из экологичных проблем з'являются найбольше актуальными для региона. Типа спяховая дзенагомиша не перапроцовка другостной сыровины. Про это и не только подзаговорка у студии. А после сыруезной размобы у другой части программы свою творчость ледачам представить удельники столичной группы «Югославия». Оценить белорусский рок-н-ролл у их выполнения мы пропонуем сегодня. Початок программы в 19.01 на телеканале «Беларусь-Чатыры». Сегодня у Гомеля отбудется юбилейный концерт камерного хора областной филармонии. Разностайность репертуара и высокое выканальницкое мастерство зарабили этот коллектив, вядомым не только в Беларуси. Камерный хор Гомельской областной филармонии заснованный заслуженным работником культуры БССР Алексеем Лукомским. На пошатку 80-х Гомельский хор стал первым профессийным коллективом этого жанра в Беларуси. Сегодня у его репертуары вся музыкальная палитра. Царковно-славянская духовная музыка, альчинная и замежная классика, вокально-хоровые миниатюры и джазовые композиции. И это одна из причин поспеха у гомельских выканавцев. Коллектив часто выступают не только на родиме, а и за ее межами. Россия, Германия, Франция, Польша им аплодировали у шмат яких краинах. Лепшие створы услухачи смогут пошуть сегодня на юбилейном концерте. Який пошнется у 19-х годину областным драмтеатром. Конечно, нет предела совершенства, но камерный хор все-таки держит свою планку, достоинство. Раз он говорится о том, что он профессиональный коллектив, он должен иметь и эту же высоту, этот статус. Мы стараемся все сделать для этого. И своим репертуаром, и своим отношениям, и, конечно же, участием в очень больших концертах. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.